Всем привет! Мы находимся в древней столице Таиланда, королевство Сиам Аютае. Город был основан в 1350-1351 году и просуществовал до второй половины 18 века. Весь город, точнее говоря, древняя его центральная часть сформирована из серии дворцовых храмовых комплексов, которые в то время и во время тех правящих династий в Таиланде очень слабо отличались. То есть дворец это всегда нечто совмещенное с религиозно-ритуальными целями. Комплексы огромные, что удивительно, каждая новая династия строила себе новый дворцово-храмовый комплекс, который принципиально от предыдущего, наверное, отличался только размерами и отделкой. Структура их приблизительно одинакова. Вот теперь от всего этого великолепия остались только развалины. Развалины остались понятны. Почему? Потому что империя, столица которой была Ютая, в общем, находилась в сложных отношениях со всеми соседями. Воевали, дружили, мирились, снова воевали. В частности, одним из постоянных союзников была Китайская империя. В 1608 году представители Таиланда оказались аж в Голландии. Сам Морис Аранский принимал их посольство. Ну а в 18 веке французы попытались обратить монарха в католичество при помощи иезуитской миссии. Прямо скажем, попытка не удалась. Случилось восстание монарха Свергли и следующий представитель правящей династии закрыл страну для иностранцев. Страна оказалась в изоляции, что важно, технологической изоляции. А постоянные враги Таиланда, бирманцы, с которыми сложные отношения были, начиная с 14 века, а может даже еще и раньше, подружились с португальцами. Португальцы поставили им несколько хороших пушек. И в 1767 году бирманцы вторглись, успешно дошли до центра страны, то есть до Ютаи, взяли ее штурмом. В ходе штурма, конечно же, первую роль сыграла хорошая, качественная европейская артиллерия. Разрушили стены, ворвались внутрь, перебили защитников и осквернили данные храмовые комплексы. Осквернили самым простым способом. Если мы посмотрим на многочисленные статуи изображения Будды, которые здесь усеивают практически все, большинство из них лишены головы. А это самое страшное святотатство, которое только можно придумать. Таким образом, по местным, не вполне буддийским, а скорее буддийско-языческим понятиям, данное место было осквернено и проклято навсегда. Селиться здесь нельзя с тех пор. В общем-то, как мы видим, с тех пор здесь никто и не селится. Да, на периферии есть некий город, который кормится в большой мере с туризма, но здесь никто жить не может, потому что это теперь обиталище злых духов, место проклятое. Вот так вот берманцы поступили со своими давними врагами тайцами. Впрочем, насколько мы знаем, несколько раньше таиландцы сделали то же самое с берманской столицей. А вот все вернулось на круги своя. Как говорит легенда, неким знаком возрождения страны было то, что мы на видеоряде это увидим, то, что монах увидел, как отбитая, утонувшая в земле голова Будды, как бы вылезает из земли по корням дерева. Понятно, что местные шагающие корни просто подняли кусок почвы, в которой застряла голова Будды. Это было принято за благостный знак, и королевство через некоторое время возродилось. Ну, а мы имеем теперь самые живописные развалины в Таиланде, и, наверное, самые большие развалины в Таиланде однозначно, великолепие которых мы можем представить только приблизительно, потому что в основном мы наблюдаем красный кирпич плоский, уложенный в раствор, и то, как это выглядело в годы своего рассвета, нам представить очень сложно. На самом деле, всё это было покрыто белой штукатуркой с очень богатой лепниной, раскрашено красивыми яркими красками, покрыто позолотой, это всё сверкало, сияло, вокруг ходили красиво одетые люди. Богато вооружённые гвардейцы, конечно же, ходили слоны и монахи. Вот теперь остались развалины. Можем только прикоснуться к тени величия Древней Империи.